Больница обесточена. Важная медицинская аппаратура осталась без питания. Жизнь пациентов под угрозой. Во вторник на территории 4-й городской больницы прошли учения по ликвидации аварий на системах энергоснабжения. Согласно легенде, из-за резкого ухудшения погодных условий, понижения температуры воздуха и шквалистого ветра, областной центр попал в зону временного отключения электричества. Аварийная служба приступает к ликвидации чрезвычайной ситуации. Для начала энергоснабжения необходимо восстановить на социально значимых объектах. В приоритете больницы. Когда отключается электроэнергия в больницах, тем более такого профиля, такого уровня, это чрезвычайная ситуация, потому что нарушается весь процесс работы, прежде всего, хирургической службы, работа отделения ансоциологии реанимации. Через 7 минут после сообщения о случившемся к хирургическому корпусу 4-й больницы приезжает спасотряд. У них с собой бензогенератор, который позволит восстановить электропитание в реанимации. Далее на место прибывают бригады горэлектросети. Их генератор на 30 киловатт позволит восстановить работу всего корпуса больницы. Но это специалистам отводится не более двух часов. Полные результаты тренировки будут проведены несколько позднее. В целом можно оценить ее как удовлетворительную. В нормативы по срокам развертывания резервного электроснабжения службы выполнили. Реально же такие ситуации случаются нечасто. А вот подобные тренировки проводят ежегодно. ЧП может произойти в самый неожиданный и неподходящий момент. Если говорить о осенне-зимнем периоде, то, наверное, следует вспомнить это довольно давно. 2003 год, октябрь месяц. То есть тогда серьезный ураган поставил под угрозу электроснабжение всей области. И, скажем так, чудом тогда удалось избежать полного погашения области. Но с тех пор много времени утекло и, безусловно, уже на новый уровень вышли в плане надежности электроснабжения потребителей, в том числе и нашей Ивановской области. По словам специалистов, проблема еще заключается и в том, что у большинства больниц нет собственных генераторов. Впрочем, при грамотных действиях медперсонала за недолгое время отсутствия электричества ничего плохого с пациентами не случится. Большинство аппаратуры можно регулировать в ручном режиме, в том числе и прибор искусственной вентиляции легких.